Здравствуйте! На этом уроке мы потренируемся перемножать многочлены. Мы рассмотрим очень много примеров, и, надеюсь, после этого занятия у вас уже не возникнет никаких проблем с умножением многочленов. Начнем с самого простого. Предположим, нам нужно 2х умножить на 4х-5. В данном случае мы напрямую можем воспользоваться распределительным свойством. По сути, умножение любых многочленов представляет собой применение распределительного свойства один раз или дважды. Итак, используем распределительное свойство и выполним умножение. Это будет 2х умножить на 4х плюс 2х умножить на минус 5. Или же мы можем сказать минус 5 умножить на 2х. Как видите, я всего лишь применила распределительное свойство и умножила 2х на каждый член двухчленов в скобках. Теперь упростим это выражение. Здесь мы можем сначала перемножить коэффициентом. Вы ведь понимаете, что 2х умножить на 4х – это то же самое. Мы можем поменять местами множители, что и 2 умножить на 4 умножить на х и умножить на х. А это 8х в квадрате. х в первой степени умножить на х в первой степени, мы можем сложить показатели, равно х в квадрате. Значит, первая часть выражения будет 8х в квадрате. Переходим ко второй. Минус 5 умножить на 2х – это минус 10х. Довольно просто. Возьмем пример немного посложнее. Допустим, нам нужно 9х в кубе умножить на 3х в квадрате минус 2х плюс 7. Опять-таки используем распределительное свойство. Мы умножим 9х в кубе на каждый член трехчлена в скобках. Итак, 9х в кубе умножить на 3х в квадрате. Давайте сначала просто запишем эти произведения, а потом уже перемножим. Но начиная со следующего примера, мы сразу будем записывать результат. Это будет 9х в кубе умножить на 3х в квадрате плюс… или лучше сразу запишем минус 2х умножить на 9х в кубе и плюс 7 умножить на 9х в кубе. Как вы заметили, где-то мы записываем 9х в кубе первым множителем, а где-то вторым? На самом деле это безразлично. Вы ведь помните, что от перестановки множителей произведение не меняется. Теперь давайте вычислим, чему равны эти произведения. 9х в кубе умножить на 3х в квадрате. Это 27 умножить на х в какой степени? Основания одинаковые, мы можем сложить показатели согласно свойству степеней. И это будет х в пятой степени минус… 2 умножить на 9 – это 18, значит, минус 18х в степени… х в первой степени умножается на х в кубе, а это х в четвертой степени, плюс 7 умножить на 9 – это 63, и умножаем еще на х в кубе. Вот такой многочлен пятой степени в результате получился. Рассмотрим пример, в котором нужно будет перемножить два двучлена. Сейчас я покажу, что я имею в виду. И такого рода примеры, я хочу сказать, будут очень-очень часто встречаться в алгебре. Предположим, нам нужно умножить х-3 на х плюс 2. И я хочу показать этим примером, что при умножении многочленов мы применяем не что иное, как распределительное свойство. Я, пожалуй, наведу х плюс 2. Представим, что х-3 – это какое-то большое число. На самом деле это и есть число. Если бы мы знали, чему равен х, мы могли бы запросто вычислить это выражение. Я предлагаю умножить полностью вот этот первый двучлен на каждый член второго двучлена. Тогда это будет х-3 умножить на х плюс х-3 умножить на 2. Мы всего лишь применили распределительное свойство и умножили х-3 сначала на х, а потом на 2. Аналогично, если бы у нас было а умножить на х плюс 2, чему бы это было равно? Это было бы то же самое, что и а умножить на х плюс а умножить на 2. Здесь происходит то же самое. Представьте, что а – это х-3. Теперь мы снова используем распределительное свойство и умножим х на х-3, а потом умножим 2 на х-3. И еще раз напоминаю, от перестановки множителей произведение не меняется. Тогда это будет х умножить на х минус 3 умножить на х плюс х умножить на 2 минус 3 умножить на 2. Я всего лишь умножила х и 2 на х-3. Скоро вы уже сможете сразу записывать произведение, которое у вас получается, не расписывая всего этого. Суть умножения многочленов заключается в следующем – записать сумму всех произведений каждого члена одного многочлена на каждый член второго многочлена. Но на данный момент я хочу, чтобы вы не только умели пользоваться правилом, но и поняли, откуда все это и почему получается именно так. Давайте упростим это выражение. х умножить на х равно х в квадрате. Вот это будет минус 3х. Вот это плюс 2х, и, наконец, последний член равен минус 6. Тогда мы можем записать, что это х в квадрате минус 3 чего-то плюс 2 чего-то, равно минус 1 чему-то, значит, минус х и минус 6. Вот такой результат мы получили, когда перемножили эти два двучлена. Ну, а сейчас я покажу вам очень быстрый способ решения этого примера. Вам не придется вот это все писать. Я просто хотела показать, что ничего сверхъестественного мы не делаем, а применяем обычное распределительное свойство. Итак, рассмотрим быстрый способ. Перепишем заново пример. х-3 умножить на х плюс 2. По сути, мы должны умножить каждый член первого двучлена на каждый член второго двучлена. Мы умножаем этот х на этот, а это равно х в квадрате. Теперь мы вот этот х умножаем на 2, плюс 2х. Затем мы умножаем минус 3 на вот этот х, минус 3х. И, наконец, мы минус 3 умножаем на 2, минус 6. И если мы сложим средние члены, мы получим точно такой же ответ – х в квадрате минус х минус 6. Но чтобы так все быстро делать, нужно практиковаться, решать больше и больше примеров. А сейчас по этому же принципу мы попробуем перемножить двучлен и трехчлен. Для некоторых такого рода примера просто катастрофа. Но, уверяю вас, это не так, здесь нет ничего сложного. Допустим, нам нужно 3х плюс 2 умножить на 9х в квадрате минус 6х плюс 4. Мы можем поступить точно так же, как и в прошлом примере. Согласно распределительному свойству, мы можем умножить полностью двучлен 3х плюс 2 на каждый член трехчленов. А потом мы бы уже умножили каждый член трехчлена сначала на 3х, а затем на 2. Но на это уйдет достаточно много времени, и я сомневаюсь, что для решения вы выберете именно этот способ. Хотя в результате вы получите тоже правильный ответ. Но если вам нужно найти произведения многочленов, у которых больше трех членов, я предлагаю перемножить их точно так же, как мы перемножаем большие числа, то есть в столбик. Давайте запишем многочлены друг по другу. 9х в квадрате минус 6х плюс 4 мы умножаем на 3х плюс 2. Обратите внимание, когда мы перемножаем обычные числа, то у нас есть разряд единиц, десятков, сотен. Точно так же и здесь у нас есть, скажем так, разряд констант, разряд членов с х в первой степени, разряд членов с х во второй степени и в третьей степени, если такие члены будут в нашем случае. А они будут. И не забываем, что каждый член должен находиться в соответствующем ему разряде. Перемножаем аналогично обычным числам. 2 умножить на 4 – это 8. 8 мы записываем в разряд констант. 2 умножить на минус 6х равно минус 12х. Минус 12х. Здесь плюс… 2 умножить на 9х в квадрате – это 18х в квадрате. Записываем в разряде членов с х во второй степени. Теперь умножаем 3х. 3х умножить на 4 – это 12х плюс 12х. 3х умножить на минус 6х… чему это равно? х умножить на х – это х в квадрате. Записываем вот сюда. А 3 умножить на минус 6 равно минус 18. И, наконец, 3х умножить на 9х в квадрате. х умножить на х в квадрате равно х в кубе. А 3 умножить на 9 – это 27. Это значение будет в разряде членов с х в третьей степени. Теперь нам осталось только сложить подобные члены. Констант, кроме восьмерки, нет, поэтому просто записываем 8. Минус 12х плюс 12х в сумме дают 0, вычеркиваем эти члены. 18х в квадрате минус 18х в квадрате в сумме также дают 0, вычеркиваем их. И, наконец, записываем 27х в кубе. Таким образом, наш ответ – 27х в кубе плюс 8. Вот и все, мы решили этот пример. И еще раз повторюсь, вы могли поступить точно так же, как и в предыдущем примере. То есть умножить полностью двучлен на каждый член трехчлена. Или наоборот – полностью трехчлен на каждый член двучлена. Это безразлично. В результате вы бы все равно получили один и тот же ответ. Но так, мне кажется, быстрее. На этом все. До скорых встреч! До встречи! До встречи! Продолжение следует...